С предостережением к России сегодня обратился американский президент. Дональд Трамп призвал Москву не допустить обострения в Сирии и, как он выразился, гуманитарные ошибки. Что может произойти и какую цену заплатит мир, узнаем от Дмитрия Анопченко. Провинция Идлиб на севере Сирии, так называемая зона деэскалации, регион, который контролирует вооруженные формирования, не подконтрольная Асаду. Американская разведка выяснила, в любой момент Дамаск при поддержке России может начать там наступление. Этот факт уже и скрывать перестали. На телеканале «Россия-24» глава МИДа Сирии Валид Муалем прямо заявил, что Идлиб будет освобожден, несмотря на противодействие США. При этом здесь, в Вашингтоне, есть информация, что в ходе этого наступления может быть снова использовано химическое оружие. Якобы правительственные силы уже перебросили в район будущих боевых действий два вертолета, и именно они могут быть задействованы для химической атаки. Если это случится, удар нанесет уже Америка. Шеф-корреспондент телеканала CNN в Пентагоне Барбара Стар со ссылкой на свои источники среди официальных лиц сообщила, эксперты разведывательных служб и вооруженных сил США уже полностью определились с воздушными целями, если президент Дональд Трамп отдаст такое распоряжение. По данным телеканала, в этом перечне объекты связаны с химическим оружием, и ответ США будет очень быстрым. Сам президент Трамп пока что сделал последнее предупреждение. По привычке в Твиттере. Русские и иранцы совершили бы серьезную гуманитарную ошибку, приняв участие в этой потенциальной человеческой трагедии. Сотни тысяч людей могут быть убиты. Не дайте этому случиться. Ну а дальше версии теперь разнятся. По две стороны Атлантики озвучивают два кардинально противоположных сценария. В Москве уверяют, что повстанцы теперь имитируют использование химического оружия Ассадом для того, чтобы спровоцировать Америку на нанесение авиаударов. С другой стороны, в Вашингтоне американские военные говорят, что разведданные позволяют как раз утверждать, что именно Ассад будет использовать химическое оружие, несмотря ни на что, и даже вопреки угрозе американского ответа. И готовятся к такому ответу. По данным СМИ, которые не получили пока официального подтверждения, в Персидский залив уже отправлен эсминец ВМС США Салливан с 56 крылатыми ракетами на борту. На авиабазу в Катаре перебрасывают американские стратегические бомбардировщики военно-воздушных сил Соединенных Штатов. О серьезности ситуации свидетельствует и тот факт, что Турция в срочном порядке начала сегодня перебрасывать танки и гаубицы к сирийской границе. Получили приказ сдерживать новую волну беженцев, которую турецкие власти ожидают в случае наступления на Эдлиб. Так что рвануть может в любую минуту. Разве что последнее предупреждение Трампа каким-то чудом все-таки будет услышано. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.